Первым объектом посещения Геннадия Панина стала строительная площадка, расположенная на пересечении улицы и проезда Бондаренко. Глава городского округа приехал выяснить, как идут работы, есть ли сложности, как обстоят дела с коммуникациями. Мы планируем до конца года поставить коробку полностью все девять этажей в монолите, закрыть контур и начать уже отдышную работу. По коммуникациям, по тех условиям вопросы все решены, со стороны администрации есть стопроцентная помощь, и я думаю, что мы выходим на госэкспертизу в конце этого месяца. Заключение, наверное, если все нормально будет, получим в сентябре. Проект предполагает строительство четырех девятиэтажных жилых домов, один из которых предназначен под программу переселения граждан из аварийного жилья. В него переедут 172 семьи, собственники жилых помещений. С ними будут заключены договора долевого участия. Людям, желающим за отдельную плату увеличить площадь будущей квартиры, предоставится такая возможность. Площадь жилых помещений, предоставляемых взамен аварийным, будет не ниже социальной нормы 28 квадратных метров. У котельной микрорайона Карболит нет свободных мощностей, поэтому было принято решение для отопления четырех девятиэтажек построить собственную котельную. Подрядчиком стала проектно-строительно-монтажная организация «Мосинтерн». На данный момент у нас идет процесс согласования технического задания на проектирование котельной с учетом всех параметров с привлечением работников института, который занимается проектированием домов внутренних сетей. Как только мы все это дело согласовываем, мы запускаем процесс проектирования. Ввод дома в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2016 года. Заселение в четвертом квартале. Мы живем в конкурентной среде. Был аукцион, выиграла компания «Интернсоево». Вы зарегистрированы в Москве, да? Да. Но у нас с вами были предварительные договоренности. У нас, во-первых, генподрядная организация зарегистрирована в области областного. И здесь будет обособленное подразделение. Именно в Орехово-Зуево, чтобы налоги со всего этого шли в области. Татьяна Сергеевна, этот вопрос, он тоже для меня очень важный, чтобы обособленное подразделение на время реализации этого проекта было зарегистрировано на территории города, чтобы мы и НДФЛ свою часть получали в бюджет, ну и еще как бы. Остальное, в принципе, оно как через региональный бюджет идет. На встрече присутствовали депутаты городского совета, которые попросили застройщиков вывесить изображение проекта, чтобы у жителей микрорайона была возможность ознакомиться с тем, что появится здесь в ближайшее время. Следующим объектом посещения стала строительная площадка на улице Бугрово, где возводятся два пятиэтажных кирпичных дома. Здесь полностью вот эти два дома, это будут переселяться люди, у кого квартира в социальном найме. То есть у города. Они также, если они сегодня живут в коммуналках, они получат минимум однокомнатную квартиру. Те, кто живут в квартирах, они меньше своей площади точно не получат. Нам особо приятно здесь, я хочу подчеркнуть, что строят наши местные строительные компании с историей, с уважаемым руководителем, которые понимают строительство, которые действительно сами все процессы контролируют. И всегда у нас все на виду, и все работа идет слаженно. Мы надеемся, что сроков срыве строительства, то есть никаких таких обстоятельств не будет, что может нам помешать. График есть. Окончание возведения этого дома везде в ноябре месяце. Где-то 70-75 дней мы должны каменные работы закончить. Параллельные работы ведутся у нас, как правило, везде. Значит, здесь уже введен водопровод. Вот сегодня ввели водопровод уже по постоянной схеме. Горячая вода уже подсоединена. Значит, газ весь буквально в трех метрах, только при соединении все. И по электрике здесь сегодня мы окончательно с Натальей Михайловной оговорили все. Проблем, в принципе, мы не видим. Тут полное понимание есть. Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома по улице Бугрова планируется завершить до конца текущего года, чтобы в начале следующего жители получили договоры социального найма на новые квартиры.